Всем привет, на связи IT District и сегодня мы поговорим на очень интересную тему, которая возможно сэкономит вам массу времени и сил и направит по верному пути при изучении нового навыка и профессии. Вы хотите освоить новую профессию разработчика мобильных приложений под систему Android и изменить свою жизнь навсегда? А вы знаете, что массовые обучающие курсы, на которых происходит обучение в группах, рассчитаны на поток и не сделают вас специалистом? Вам придется переучиваться. Единственный вариант найти себе учителя, который будет работать с вами лично. Именно такое обучение я предлагаю вам по моей уникальной обучающей программе. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании и также записаться на собеседование ко мне. На обучение я беру не всех, на этом собеседовании мне просто нужно будет узнать ваши намерения и мотивацию. Для обучения не нужно никакой подготовки, записывайтесь на обучение, ссылка на сайт обучающая программа есть в описании к этому видео. И в закрепленном комментарии. Спустя несколько лет обучения различным навыкам и освоения когда-то для меня новой профессии в программировании, а также исходя из множества комментариев и сообщений в личку, которые мне пишут как подписчики, так и просто зрители, я выделил несколько направлений, по которым уйдут все, кто решают освоить новую профессию. Очень важно перед освоением новой профессии понимать по какому пути пойдешь лично ты. От этого зависит процесс обучения, тем более если изучение происходит в онлайне, это наиболее важно. Я выделяю 4 направления, из которых основных считаю 2, но о них мы поговорим чуть позже. Итак, первое направление это вечный ученик. Так, типичное поведение этого представителя следующее. Как правило, человек сначала разбирает одну технологию, затем вторую, затем, как ему кажется, нужно изучить третью. И так длится вечно. Это в самом худшем случае. Ну а в лучшем случае вы потратите, идя по этому пути, несколько лет. Представитель этого направления никогда не приступает именно к разработке или к фактической деятельности. 70% всех технологий, которые он изучает, они действительно нужны, но он осваивает их неправильно. Нужно осваивать на практике, а он изучает в теории, и при любом переходе к практике у него возникает дикий страх. Как правило, представители этого направления в лучшем случае тратят несколько лет, прежде чем начать писать что-то конкретное, а зачастую к этому даже никогда и не приходят. Так как я занимаюсь разработкой мобильных приложений под Android, то очень часто видел таких представителей. Их путь в сфере Android состоял в следующем. Они изучают сначала синтаксис языка Java, затем все фреймворки Java, затем переходят к изучению наконец-таки Kotlin, а затем изучают еще что-то. И в итоге ровно половина этих знаний они никогда не будут использовать. Одного из таких представителей я встретил спустя год после того, как с ним познакомился, и он изучал уже внутренности смартфонов на системе Android. В общем, с ними все понятно, это потерянные люди, и им зачастую невозможно помочь или что-то доказать, так как они уже не осознают действительность и далеко отстали от современных инструментов, используемых в своей профессии. Второе направление, с одной стороны, это еще более заблудшие люди, чем первые, но к ним нельзя серьезно относиться, так как это такие вот путешественники. Я думаю, многие их встречали, они сначала изучают один язык, причем изучают чисто синтаксис, даже без фреймворков, и тут узнают про другой язык программирования, типа он более перспективный, более сейчас модный, более всех на слуху. И идут изучать его, уже его, не до конца изучив предыдущий язык, и при этом они не осознают, что нужно изучать не языки, а осваивать конкретную профессию, и так длится вечно. Очень часто такие люди снимают различные видео про различные языки программирования. На них мы долго не будем останавливаться. Мы рассмотрели два таких очень запущенных случая, а теперь переходим к двум направлениям, которые и создают все продукты и проекты, которые использует человечество. Итак, третий путь, это путь специалиста. Это классический путь. Это что ни на есть самые настоящие программисты по найму, то есть такие рабочие лошадки на галерах. Именно они двигают бизнес, то есть они получают навыки, знания, затем практикуют их на своем проекте, тем самым получая опыт и галочку, как наличие в портфолио, чтобы было что показать на собеседовании. И получают стартовые позиции в своей сфере деятельности, а затем идут по карьерной лестнице. Как выучится на такого специалиста в этом случае? Это хороший, а очень актуальный вопрос. На самом деле все просто. Находите на сайте с вакансиями, например на том же Headhunter.ru, несколько, возможно 10 вакансий, выписываете тот стек технологий, который требуется для этих вакансий, изучаете этот стек технологий, пишете свой проект с использованием этих технологий, тем самым прорабатывая не только изученные навыки, но и применяете их в своем проекте. И тем самым показывая, что вы эти навыки не просто знаете, вы эти технологии не просто изучили, вы их еще активно применяли на фактическом проекте. И тем самым рассказываете про свой опыт на собеседовании, тем самым подчеркивая практическое использование необходимого стека технологий, которые необходимы именно для этой позиции. Тут все более или менее понятно. И четвертый путь, самый важный, самый сложный, но наиболее интересный, это путь творца, путь свободного художника. Это мой путь, по которому я шел и продолжаю в этом направлении развиваться. Именно благодаря людям, которые идут по этому пути, мы имеем все то, что создается и то, что мы потребляем. Это очень нелегкий, но самый приятный и независимый путь. Но он не для всех. Как освоить этот путь? Вы просто думаете над тем, что хотите создать. Думаете над тем, какой проект запустить. И начинаете писать свой проект, и параллельно, как его вы пишете, вы изучаете и внедряете все технологии по вашей специализации, которые необходимо применить прямо в вашем проекте. В отличие от пути специалиста, вы не изучаете то, что требуется для какой-то там вакансии, а осваиваете фактически современные инструменты, которые необходимо использовать именно в вашем проекте. Тем самым, в итоге, вас ждет только практика, практика, еще раз практика. В этом и преимущество этого пути. Например, вы пишете для интернет-магазина мобильное приложение. У вас задача сделать так, чтобы актуальная информация о товарах и остатках на складе при запуске приложения каждый раз обновлялась. И вы должны для начала изучить, какую базу данных нужно использовать для загрузки данных сервера. Какие фреймворки нужно для этого использовать. Как это все внедрить в ваш проект. Вам важно узнать, как получить данные с этой базы данных. Как правильно их использовать. Например, как правильно перезаписать эти данные сервера в вашу внутреннюю базу данных, расположенную на устройстве каждого из пользователей. И тем самым, вы должны осознать, как правильно использовать полученные данные уже из внутренней базы данных. Это только один из примеров, как будет строиться процесс обучения для всех идущих по этому пути. И так вы будете двигаться шаг за шагом, развивая свой проект. И тем самым, получая самые актуальные знания и нарабатывая новые навыки. Это невероятно вас прокачает. Это путь не просто художника, а творца и создателя. В общем, вот такие направления по освоению новых профессий я выделяю для себя. Для меня, конечно, ближе путь художника, ну и путь специалиста чрезвычайно важен. Но такие направления, как вечный ученик и путешественник, это для людей, которые хотят поиграть в профессию. Их на самом деле всерьез даже никто и не воспринимает. А на сегодня у меня все. С вами был ITDistrict. До следующих встреч.